Создание яхтенной марины в Балаклаве поможет решить инфраструктурные проблемы города. Речь идет в том числе и о создании новой канализации, системы ливневок и водоотведения. Об этом в интервью телеканалу НТС сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. Именно к этим мероприятиям в том числе мы приступим в рамках строительства уже в следующем году. Это очень важная составляющая и, например, многие линии электропередач с 50-60 года не менялись. То есть это уже само по себе, ну а некоторые в таком удручающем состоянии, что это может привести к какой-то аварии. Мария Литовко также сообщила, что согласно разработанной визуализации проекта яхтенной марины, правительство города намерено расширить Таврическую набережную в районе дома Юсупова более чем в два раза. В летний период там постоянные заторы, потому что это как одностороннее получается движение и невозможно проехать. У нас будет, например, этот участок Таврической набережной будет расширяться в сторону воды. У нас минимум 15 метров это будет ширина набережной на Зукино и на Таврической, вот когда мы еще вот эти вот узкие места все-таки увеличим, будет минимум 18 метров. Вице-губернатор напомнила, что согласно действующим регламентам склоны Балаклавы защищены от застройки, а потому эстетический облик города находится в безопасности. Однако местные жители все же должны проявлять бдительность и оперативно сообщать властям об обнаруженных ими строительных работах. При этом очень ждем содействия, и в том числе, например, с помощью теперь платформы Центра управления регионом, которую мы недавно запустили, где можно буквально за одну минуту отправить сообщение, но сразу поступит к нам на рассмотрение. И если уже вдруг произошла какая-то постройка, то потом мы сносим это как самовольную постройку. Поэтому этот порядок – это как раз вот тот случай, когда нам очень нужна такая сплоченность. Напомним, севастопольцы также могут принять участие в обсуждении проекта «Яхтенной марины». Проект планировки и межевания территории линейного объекта создания «Яхтенной марины», а также информационные материалы к нему опубликовал Департамент архитектуры и градостроительства правительства города. С документами к проекту можно ознакомиться на сайте dac.sev.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». Материалы будут представлены круглосуточно. Предложения и замечания участники общественных обсуждений могут подать на сайте или в письменной форме по адресу улица Рабочая, 5А. Прием обращений граждан завершится 17 декабря.